Отправляясь в отпуск, большинство наших соотечественников ограничиваются самостоятельным выбором страны для путешествия, а поиск конкретного курорта, отеля, тура доверяют специалистам. Чаще всего такие туристы высказывают пожелание получить отдых категории «Все включено». В этом есть определенный резон, ведь именно туристические агентства располагают наиболее полной информацией и могут предложить вам выбор среди многих городов и гостиниц. Из возможных вариантов, соответствующих вашим требованиям, вам останется только выбрать один лучший. Но частенько у сотрудников турфирм просто нет времени на поиски эксклюзивного тура, и заказчикам предлагают усредненные стандартные пакеты или, чего еще хуже, не очень востребованные залежавшиеся. Путевки. Если вы не слишком опытный турист, то рискуете стать обладателем именно такого тура. Энтен Пепеп. Озвучено Яндекс Спичкит. Защитить свой отдых от недобросовестного туроператора не так уж сложно, для этого нужно хотя бы немножко разбираться в основных терминах на рынке путешествий. И если вы знаете, как обозначается «Все включено» в описании отеля, ориентируетесь в количестве гостиничных звезд и можете отличить Анталию от Аланьи, то обмануть вас уже не так просто. Более того, в последнее время путешественники все чаще сами выбирают курорт, сравнивают отели и бронируют перелет. Ничего сложного в этом нет, зато такой подход значительно экономит ваши деньги и дает уверенность в правильном выборе. Так что, если вы чувствуете в себе силы стать таким независимым от агентств туристам, наши советы вам в помощь. На самом деле, пресловутая категория «Все включено» уже стала определенным синонимом комфортного отдыха. Вы легко определите такой тип пансиона по аббревиатуре L – All Inclusive. По сути, за этими двумя буквами или словами скрывается информация о том, что во время проживания в отеле вас будут кормить и поить безо всяких ограничений в любое время дня и ночи. Что касается алкогольных напитков, то категория «Все включено» предлагает алкоголь той страны, в которой вы отдыхаете. Так что, если вы не мыслите свой отдых без горячительного других мировых брендов, стоит заказать проживание категории на порядок выше. Обозначаться она будет аббревиатурой «Ау» – «Алта All Inclusive» в переводе на русский «Примерно ультра все включено». Иногда эту категорию называют также All Inclusive Deluxe. В отеле такой категории вы можете не переживать, что в баре не окажется вашего любимого виски или подадут ром незнакомого производителя. Как видите, разобраться в заграничных терминах совсем несложно, сложнее бывает определиться с выбором. Ведь заветное «Все включено» совсем не является гарантией хорошего отдыха по умолчанию. Выбирая категорию отеля, ориентируйтесь в первую очередь на свои вкусы и привычки. Какой отдых вам нравится? Как вы планируете провести это время, чем его заполнить? Сколько попутчиков будет? С вами и какого они возраста? Ответы дадут вам возможность сориентироваться. Опытные туристы подсказывают, что категория «Все включено» идеально для тех, кто мечтает о спокойном, расслабляющем отдыхе. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Если ваш идеальный отпуск – это ленивое лежание на шезлонге с коктейлем в руке, периодические заплывы в кристальном бассейне и спа-процедуры, то без сомнений ставьте галочку возле фразы «Все». Включено в описании отеля. На этот тип отдыха стоит обратить внимание тем, кто путешествует с детьми. Так вы заранее избавите себя от забот, чем накормить детей, внезапно проголодавшихся после игр на южном побережье. Но далеко не все туристы рассчитывают расслабиться в путешествии. Некоторым хочется увидеть больше, чем стены отеля, даже спроектированные самым модным дизайнером интерьеров. Если вы относитесь к таким путешественникам, и хотите совершать поездки по городу, покидать отель на несколько часов в день, то оплачивать круглосуточный пансион в вашем случае просто не имеет. Смысла? Вам больше подойдет так называемый полный пансион, состоящий из завтрака, обеда и ужина, обозначается FB от английского full board, или даже полупансион из завтрака и ужина обозначается. HB half board. В любом случае, рассчитывайте свои планы и силы на прогулки и питание вне отеля. Все перечисленные выше рекомендации касаются преимущественно южных стран, главным развлечением которых остается пляжный отдых с нечастыми экскурсиями к достопримечательностям. Путешествуя по Европе, вы совсем иначе заполните свой отпуск. Скорее всего, ваш день будет состоять из прогулок по городу, а обедать вы предпочтете в кафе и ресторанах, которые встретятся на пути. При таком режиме категория «все включено» в описании отеля не будет выполнять свое предназначение, так что лучше предпочесть облегченный вариант проживания, предлагающий постарельцам только. Завтрак. Обозначены аббревиатурой ВВ – Bad and Breakfast. Такой пансион не будет ограничивать ваше передвижение. Существуют и другие типы питания в отелях, но они менее востребованы и соответственно встречаются реже. На горнолыжных курортах и в молодежных хостелах вам предложат специфические принципы поселения. К счастью, современная индустрия туризма предлагает такой широкий выбор, что вы всегда сможете найти подходящий вариант. И не забывайте, что на качество питания влияет не только надпись «Все включено» в описании отеля, но и количество звезд. Чем их больше, тем шире выбор блюд и напитков. И хотя большинство отелей соблюдают единый принцип питания, набор продуктов и ассортимент меню могут существенно отличаться даже в рамках одной категории. Будьте внимательны в выборе и приятного отдыха. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.